Да не кашляла, я просто поперхнулась. Всем привет, это Камчатка Онлайн, ваше лучшее развлечение на карантине. Ведь что может быть безопаснее, чем видосики в интернете? Сейчас самая волнующая и обсуждаемая тема, это, конечно, коронавирус. Больше всего просмотров и комментариев у постов, которые хоть как-то касаются этой ситуации. Чемпионом по популярности стало видео из главного южнокорейского аэропорта. Веселого, конечно, тут мало, наоборот, становится не по себе от такого запустения. В комментариях сравнивают эти кадры с отрывком из какого-нибудь блокбастера про зомби-апокалипсис. Но камчатцев больше интересует не как защититься от вируса, а кому этот вирус выгоден. Лично я насчитала как минимум три теории заговора. Но все конспирологи сходятся в одном, что гады не дождутся, Россия прорвется. И вообще коронавирус уже всех забодал. Ради такого каламбура автор даже корону на корову заменил. Ну а что, корова-вирус Russian Edition. А после этих кадров с пустынных улиц Италии, камчатские пользователи окончательно успокоились. Ведь в Европе оказывается чистота всему виной. Создали, понимаете ли, там все условия для вируса. Не то, что у нас. Не зря народная мудрость гласит, зараза к заразе не прилипает. С таким призывом обратились власти Петропавловска к неизвестной горожанке. Признания в любви от анонима появились в разных районах города. Администрация краевой столицы разместила фото надписи в интернете в надежде, что городской живописец откликнется. Но откликнулись в основном ценители прекрасного, которые, кстати, ничего прекрасного в таком проявлении чувств не нашли. Может, они просто завидуют, что это не для них. Но вообще вы заметили, что почерк какой-то женский. Уж не сама ли Анюта это написала? Надо больше экспертных мнений от графологов. О, вот и они. Ну все, Анюта, сдавайся, дело раскрыто. Неожиданный поворот. Дерзкий маневр на оживленной городской трассе стал причиной нешуточных споров в комментариях. Два внедорожника и автобус встали на стоп-линии. Что было дальше? Варианты ответов. А. Левый внедорожник проедет на красный. Б. Правый внедорожник проедет на красный. С. Автобус повернет направо. Д. Здесь замешан коронавирус. Внимание, правильный ответ. Такого развития событий не ожидал никто. Зачем? Почему водитель автобуса это сделал? Пользователи высказывали разные версии. И то, что он, возможно, раньше работал на другом маршруте и просто перепутал линии. А если он дальтоник, да и вообще, может, плохо стало человеку. И водитель решил обезопасить всех участников дорожного движения. И просто отъехал успокоиться, отдышаться. Были еще версии из разряда «Вечная классика». Это все ради денег и виноват коронавирус. Не знаю, что написать. Вспомню про заговоры и болезни. А как вам такой комментарий? Это потому что чебурейки за рулем. Ну, это уже перебор. Чебурейки-то тут при чем? Можно подумать, что если бы был беляш, то такого не произошло. Ты не ты, когда голоден. Видео о том, как Васька рыбки захотел. Вася моется и ест одновременно. Это вам не домашнего Ваську тапком пугать. Морские львы на уговоры не ведутся. Сибуч Васька не покинул борт, пока не получил весь комплекс услуг. И шведский стол, и душ-шарко, и видеосъемку с отдыха в подарок. А вы говорите, нет сервиса на Камчатке. Просто не там ищите. Кстати, тут могла быть реклама рыбодобывающей компании, но ее нет. Так что с нетерпением ждем очередного появления Васьки-добытчика. Может, и нам от него что перепадет. А следующее видео – это просто шедевр арт-хаусного кино. Да-да-да, лазать по заборам и подбирать на улице всякий хлам очень опасно. Но ведь сейчас с мальчиком все в порядке, поэтому давайте пролистаем, безусловно, правильные и адекватные комментарии и просто полюбуемся на кадры. Звягинцев и Серебренников отдыхают. Это настоящее авторское кино. И каждый здесь может отыскать свои смыслы и символы. Вот, например, когда из-за курса доллара повысились цены на айфон. Или когда объявили карантин, но пары все равно надо посещать через смартфон. И на финал, когда настолько достали все новости, что хочется просто выкинуть телефон. На этом все. Чаще мойте руки и меньше думайте о негативе. Ведь стресс снижает иммунитет. Подписывайтесь на Камчатку онлайн, ставьте лайки, пишите комментарии, присылайте интересные видео в директ, а мы обсудим их уже на следующей неделе. С вами была Татьяна Ворсина. Чао-мяо. Татьяна Ворсина Мы пати все равно Пати, 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 пати